Друзья, всем привет, с вами я, Эскрайбер, и сегодня у нас небольшие новости от Xiaomi 9 SE. Special Edition тоже выпустили на презентации, о нем никто не говорил, о нем никто не заявлял и так далее. И компания Xiaomi же самое лучшее, что смогла сделать, это сохранить, так сказать, таинство вообще-то этого телефона, потому что когда они на презентации просто бахнули, вот вам еще SE сверху, то это было действительно реально очень круто, потому что никто этого не ожидал, никто об этом не говорил, и, друзья, это было просто супер. Давайте поговорим по техническим характеристикам. Если в целом взять, то здесь AMOLED-экран 5,97 дюйма, 600 нит, и занимает он около 90,47% всего экрана. Они его на презентации сравнивали с Mi 6, а, как мы помним, друзья, Mi 6 по нашим меркам сейчас это небольшой телефон, так вот, но он чуть-чуть-чуть больше, чем Mi 6, и это говорит о том, что это компактный телефон. Реалии такие, что да, действительно, сейчас он считается компактным. По другим характеристикам, батареи здесь 3070 мАч, не так много, но помним, что здесь AMOLED, в принципе, да. Камеры тоже здесь основная на 48 Мп от компании Sony IMX586, и здесь все остальные параметры чуть-чуть пониже, чем в основном флагмане. Далее идет телеобъектив на 8 Мп и ширик на 13 Мп. Ну, понятно, что заявлены эти же камеры, конечно, они, наверное, будут снимать немножечко хуже, но в целом это будет очень круто. А, действительно, это уменьшенный флагман или более дешевый флагман, как его еще можно назвать. Здесь, в общем, процессор новый 712 дракон. То есть, как вы понимаете, это линейка или продолжение 710 дракона. А 710 дракон, друзья, всем нам очень нравится, потому что действительно справляется со своими задачами, он просто великолепно. Так вот, здесь продолжение, 712 дракон. Компания Xiaomi первая представила из всех вот этот 712 дракон, чтобы показать, как он работает. В Antutu он выбивает около 187 тысяч баллов. То есть, помним, что 710 бьет около 164-168. То есть, где-то на 20 тысяч баллов он стал лучше работать. Но если, как бы, говорить о синтетических тестах, здесь USB Type-C, то есть, тоже хорошая новость. Самая, наверное, классная фишка этого телефона. В отличие от предыдущего телефона, это то, что здесь появилось NFC. То есть, друзья, смотрите, здесь AMOLED-экран, здесь нестыдный процессор, здесь крутейшие камеры, здесь есть NFC-шка, USB Type-C и так далее. Все прелести жизни в этом телефоне, друзья, просто-напросто есть. Выглядит он красиво, смотрится. Я думаю, будет поддержка Always-On Display и так далее. И вот, друзья, самый главный вопрос. Вопрос ценника. Младшая версия начинается от 6.64, то есть, 6 гигабайт оперативной памяти типа IPD4X. И она стоит около 297 долларов, то есть, приблизительно 300 баксов. То есть, на выходе мы, наверное, будем иметь на Алиэкспрессе где-то 320-310 долларов и так далее. То есть, ценник, друзья, бомбически просто для всех этих показателей. Самый большой вопрос, как бы, остается в том, что будет глобалочка или нет. В предыдущей версии какая была самая большая проблема? Не было глобалки. Да, друзья, не было глобалки и вот это была самая большая проблема. Если Mi 9 SE будет на глобалочке, то, друзья, наверное, это будет один из самых больших бестселлеров, по крайней мере, на территории стран СНГ. Ну и старшая версия на 6.128, около 340 долларов. Тоже, в принципе, отличный ценник, друзья. Знаете, в последнее время компания Xiaomi нас очень сильно радует. И в этот раз они оправдали все наши ожидания. С одной стороны, как бы, это флагманы. Да, во флагманах должно быть все самое крутое, все самое флагманское. И здесь так оно и было, друзья. Все самое крутое и все самое флагманское. Но фишка в чем? То, что ценник, ну, действительно, друзья, адекватный. То есть, это реально нормальный, правильный, адекватный ценник за то, что они, как бы, говорят, По сути, все должны компании делать такой ценник, но по факту только компании Xiaomi почему-то делают такой ценник, а все остальные, как бы, завышаются. Тем более, там, какие-то LG, HTC и так далее, которые, ну, друзья, им надо вылазить вообще из подвала сейчас, чтобы как-то себя оправдать, а они ломят ценники такие высокие. Соответственно, никто их не покупает, потому что есть реально классная альтернатива от компании Xiaomi. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, жмите на колокольчик, Пишите свой комментарий, что вы думаете об Special Edition Mi 9, ваше мнение, мне очень важно. Если будет возможность, постараюсь ответить на ваши комментарии. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.